Идея конкурса на Северский трубный завод пришла из ТМК. Она была распространена на всех заводах трубно-металлургической компании. От 40 участников поступило 120 предложений различных имен для награды. Сами были поражены участники, вообще члены этого жюри, насколько креативно отнеслись все заводчане к выбору такого замечательного имени для Кубка. Поэтому всем вам огромное-преогромное спасибо. Мы надеемся, что, читая внимательно нашу газету, вы еще не раз поддержите нас своими творческими находками и идеями. А вот работница завода управления Лидия Рыжкова предложила сразу пять имен. И даже несмотря на то, что предложенные ею варианты не были присвоены статуэтке, ничуть не расстроилась. Вообще нравится участвовать во всех творческих конкурсах. Больше всего нравится процесс придумывания. И хотелось, чтобы название было у Кубка оригинальное, необычное. Подумала, придумала варианты. То, что не выиграли, не расстроилось, мне нравится сам процесс. Участвуем всей семьей часто в конкурсах и заводских, и городских. И ждем с нетерпением новых анонсов, новых конкурсов. Будем участвовать. Дилара Ибрагимова принимала участие в подобном конкурсе впервые. Ей, как и всем остальным участникам, предстояло придумать имя для спортивной награды по мини-футболу. И так как эта статуэтка выглядела как безликая девушка, Дилара предложила имя «Металлика», где мед – металлургия, а лика – лицо. Именно так и нарекли награду ТМК. А победительницу поощрили поездкой на молодежный форум в пансионат отдыха «Бургас» в городе Сочи. Ощущения очень приятные. В «Бургасе» я уже третий раз, но на конференции первый раз участвовала, принимала, так сказать, участие. Ребята порадовались за наших ребят, насколько сплоченный коллектив, насколько ребята ответственно подходят ко всем своим программам. Каждый приехал, конечно, уже со своим результатом. У кого-то более, так сказать, успешные доклады, у кого-то менее. Но каждого заслуженно отметили, каждому сказали какие-то благодарные слова. Диларе очень понравилось быть зрителем творческих и спортивных состязаний команд ТМК. Ребята работали у нас с 9 до 7 вечера. Это было, конечно, колоссальное трудо, насколько у них хватало терпения вот это вот все вынести. И потом была у нас та была программа, по которой конкретно я приехала. Был мини-футбол, было поздравление, была презентация этой статуэтки. И представили меня как победителя. Тоже очень символически, так довольно трогательно было. Всем участникам были вручены благодарственные письма за столь неравнодушное отношение к подобным конкурсам. А награда уже с новым именем была впервые вручена на корпоративном турнире по мини-футболу, который прошел в рамках молодежного форума. Алина Меншина, Константин Миронов. Новости Полевского.